Итак, друзья, всем привет! У нас с вами новый эфир. Эту неделю мы начинаем с разговора про моё субъективное, одну из лучших книг 2022 года. У нас в гостях сегодня Евгений Германович Водолазкин. Я уверена, не нужно на самом деле представлять, перечислять все его книги, потому что многие из вас ждали этого эфира. Я так точно ждала. Евгений Германович, спасибо, что нашли для нас время. Мы очень ждали эту беседу. Спасибо, Полина, что пригласили. Я предлагаю на самом деле сразу в омут с головой, сразу обсудить Чагина и начать. Начать на самом деле хочется с того, что первым видит читатель. Я имею в виду обложку. Мы знаем, что в оформлении обложки использованы рисунки из вашего личного архива русского авангарда 30-х годов прошлого века. Можете рассказать нам подробнее про этот архив, про конкретные рисунки и почему вы решили, что они идеально подойдут к этой истории? Архива как такового, собственно, нет. Я не собиратель русского авангарда. А история, она такая, в общем, любопытная по-своему. Эта история началась в 93-м году. Дмитрий Сергеевич Лихачев получил госпремию и отдал ее молодым сотрудникам отдела. Несколько человек нас тогда было, и можно было нас тогда обозначить как молодых, в том числе я и моя жена. И он отдал деньги на то, чтобы нам жилось чуть-чуть легче, потому что 93-й год довольно был сложным в истории нашей страны, как, впрочем, и все остальные по-своему. Но 93-й это был год перехода к новой экономике, когда ничего не было, почти не было денег. Вообще, довольно такое, мы вели мизерабельное существование. И я получил деньги, долю мою и моей жены, и шел домой. Но по дороге я заглянул в магазин «Старая книга». В то время в «Старой книге» можно было купить все, может быть, кроме стиральных машин. И я увидел в этом магазине пару картинок. Это была именно пара, две картинки. Они помещены на передней и задней обложках книги. Это одна, а вот вторая. И я спросил, что это такое. Мне сказали, что это авангард, русский авангард 30-х годов. И я, как известный растратчик, все деньги, данные мне Дмитрием Сергеевичем, потратил на эти две картинки. Принес домой. Вот, не без робости. Но жена меня обычно одобряет то, что я делаю. Даже самые безумные поступки. И, кроме того, картинки ей тоже понравились, так же, как и мне. Кстати, недавно я, месяц, что ли, назад показывал их Михаилу Шемякину. Ему они тоже очень понравились. Просто как произведение искусства. Вот. И вот этого парня, который на обложке, я думал, что это парень, судя по всему. Даже, может быть, какой-нибудь солдат, он отдает честь. Я его назвал Чагином. Я вообще часто даю имена вещам, котам. Вот, когда у нас появляются какие-то коты, или мы прикармливаем на даче котов, это моя прерогатива называть всех котов. У нас там такая группа трудящихся, котов 10 примерно или больше. Вот, вокруг нас пасется, и все имеют свои имена, потому что я считаю, что должно быть имя и у человека, и у животного. Но вот этого парня я назвал Чагин. А потом, когда мне пришло в голову написать роман, и я выбрал фамилию Чагин, потому что мне казалось, что она соответствует главному герою, но тут уж понятно, что если такая картинка есть, то нужно проиллюстрировать этой картинкой. Хотя были другие идеи, был вариант названия, то есть был вариант проиллюстрировать, допустим, есть знаменитое изображение на отеческой вазе, Одиссей, привязанный к мачте, тогда, когда он захотел услышать «Серен, но не погибнуть». Вот, но это нам показалось слишком просто, нам с Еленой Шубиной, моим замечательным редактором, и мы выбрали Чагина, который висел на стене. Вот, и так эта картинка перешла на обложку, и мне она очень нравится. Я уверена, нравится и читателям тоже. Вот вся эта история про Чагина, этого авангардного Чагина и вашего книжного Чагина, возникает некоторый диссонанс, потому что Исидор Чагин не очень похож на солдата, который отдает честь. Как-то странно кажется. Исидор не похож на солдата, это уж точно. Но, вы знаете, я так рассудил, что внутренний он боец, и, в общем, он сражался со своей судьбой, такой злой судьбой, и все-таки в каком-то смысле победил. Так что будем считать, что он такой солдат небесного воинства. Про имена — это вообще отдельная тема для разговора. Тут же хочется и котов, на самом деле, тоже задеть, полноправных членов вашего общества, в том числе и, я надеюсь, любого другого. Как называются персонажи, и есть ли какая-то взаимосвязь между Исидором Чагиным и какими-то персонажами, в которых мы можем разглядеть нечто, связанное с теми же архетипами и, например, с мифологией? Да, безусловно. Я вот в романе, я сейчас хотел сказать, решил, но это я не решил, это само собой так получилось, а потом я просто стал это развивать и увидел, что это хорошо ложится в ткань романа. У меня создалось несколько пар. Допустим, пара Чагина-Шлиман — это пара по вопросу вымысла, в сфере вымысла. Пара Чагин и Николай Иванович, которые, рассказывая о Чагине, переходят в область чистого вымысла. То есть бывает и такое. Ведь этот роман, он во многом о роли мифа в жизни человека. Мы ещё можем поговорить, о чём этот роман, как я полагаю, но миф — это одно из важнейших направлений этого романа, одна из важнейших задач, которые я решал, или вопросов, на которые я пытался ответить. И вот, да, конечно, там ещё существует Даниэль Дефо. Это тоже один из вариантов мифа. Ну, а кроме того, там существуют более мелкие пары, такие, ну, как бы, близнецы. В одном случае это действительно реальные близнецы, Тина и Дина. Вот. В другом случае это Николай Иванович и Николай Петрович, два сотрудника службы безопасности библиотеки. И, в общем, они, так сказать, дают вот такой фон, что очень многие вещи друг в друге отражаются. Вот об этом в своё время писал Георгий Иванов. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражение. Взаимное отражение, конечно, является искажениями, хотя бы потому, что отражение, оно меняет расположение сторон. Вот. Как в прямом смысле, так и в фигуральном. Поэтому, когда мы говорим об отражениях, на самом деле, вот в этом процессе зеркальном обнаруживается не сходство вещей, не сходство того, что казалось очень близким. вот эту роль отражений, вот эту, так сказать, оптическую магию обеспечивают как раз парные фигуры в романе. Еще очень важный вопрос про двойников. Ведь Шлиман, которого вы уже упомянули, и которому мы тоже уделим достаточно времени обсуждения, не единственный двойник Чагина. Когда читаешь, понимаешь, что Чагин это еще и Одиссей. все так? Да, совершенно верно. Причем двойники у Чагина, как вы видите, действительно повсюду. И вообще важен вот этот античный фон происходящего, потому что Одиссей это, конечно, странник. Это символ странничества, не очень, может быть, даже осмысленного путешествия, бесконечного путешествия с огромными жертвами. вот конечно же Чагин это и странник, и Одиссей. Знаете, я припоминаю, что когда-то мы с семьей отдыхали на юге Италии, мы сгорали на пляже Пацуоли, это бывшая Путиолы, в которую приехал апостол Петр, апостол Павел на суд римский. И вот я открыл путеводитель и увидел, что мы предаемся значит, с удовольствием в довольно таком грустном месте. был виден полуостров Мизену. На этом полуострове Одиссей похоронил двух своих спутников. Так что вот в моей жизни Одиссей существовал не только в книгах, но если угодно он сопровождал даже нас в отпуске. То есть вот какие-то очень такие получились неожиданно то есть я бы сказал, что с моей стороны это была какая-то неоправданная фамильярность, но так сложилось и я мысленно помахал об рукой. Это очень романтичная история на самом деле, романтичная, я надеюсь, меня правильно сейчас все поняли. Ещё важный вопрос, конечно же, про память. И тут я поняла, что мы зрители не познакомили с сюжетом романа, но я надеюсь, что все, кто нас смотрит, либо уже прочитали, либо как минимум собираются читать и они знакомы с аннотацией. Память и мнемоника. Вот эти вопросы, эти темы, вечные темы, они уже не в первый раз в вашем творчестве появляются. И посему вопрос, почему тема памяти не может отпустить творца, то бишь вас в нашем случае. Ну, память это всё на самом деле, потому что кроме памяти у нас нет ничего, ничего не остаётся вот так от прожитой жизни, кроме памяти. Настоящее это 0,03 секунды, так говорит наука, вот то, что мы ощущаем как настоящее. Будущего вообще нет, если рассуждать здраво, поскольку будущее это только наша фантазия. Будущее существует нашей фантазии, а приходит оно как настоящее. и оно очень отличается от того, каким мы его себе представляли. Вот, и поэтому остаётся прошлое. Что такое прошлое? Прошлое это память. И память, у неё есть синонимы опыт, опыт, история, история отдельного человека и история народа. Поэтому, если говорить не о памяти, то о чём же ещё? Это да. И Сидор Чагин лишён дара забывать. и он в какой-то момент очень сильно пытается научиться забыванию. Вот, как вам кажется, память, если не рассматривать её в контексте романа, может становиться оружием? И такой же вопрос в отношении забывания. Если человек что-то забывает, особенно что-то очень важное из своего опыта, это может привести к необратимым последствиям? Только к таким последствиям это, собственно, и приводит. Алина, посмотрите, вы когда-нибудь видели людей, которые потеряли память? Это люди, которые теряют своё «я». Также это касается и народа, потому что народ, который не помнит того, что с ним было, предыдущая жизнь такого народа становится бессмысленной. Память здесь взята в широком смысле. Память, которая, допустим, отражается в литературе, в живописи, да в чём угодно. Это всё формы памяти. И беспамятство это одно из тягчайших наказаний, которые выпадают на роль, на долю человека и народа. Человек, который не знает, что ему делать, как быть, ведь в чём состоит память? Память не только в том, что человек конкретно помнит, что произошло тогда-то и тогда-то. Память — это, я повторяю, опыт. А что значит опыт? Опыт, когда ты видишь человека определённого склада, ты понимаешь, что с ним лучше дела не иметь. и ты уходишь от него. Не то, чтобы ты помнил все ситуации, но эти ситуации отложились у тебя как стоп-лист в голове. Вот этот парень должен быть в стоп-листе, его близко не подпускать. И это память, которая отражена в опыте. Поэтому люди пожилые, они могут безошибочно сказать, что нужно делать и чего нельзя. И вот это своеобразная память. Память может существовать даже, когда человек ну чего-то не помнит. Допустим, старики многого не помнят. Господь освобождает их от многих воспоминаний, которые являются грузом. Но общая идея у них есть. Это мудрость, неотягощенное знание. У них нет уже конкретного знания, но у них есть опыт. И это тоже память. Поэтому без памяти мы с вами просто никуда не дойдем. Какое отношение реки и вода имеют для общей картины романа? Потому что, когда читаешь, ты знаешь, что действие происходит в Санкт-Петербурге. И, естественно, образы застывшего мрамора, водной поверхности, они за читателем все время как-то незримо так ходят и присутствуют. санкт-Петербурге. я не забываю о месте жительства. Ну, я просто очень люблю этот город. И, по-моему, это неплохая декорация для всего происходящего. Даже не декорация, это гораздо больше. но в основном важны несколько рек. Вы совершенно правильно сказали о реках. Там есть такое название, это из сборника непокойного питерского поэта Виктора Шнейдера, там, где фонтанка впадает в лету. Ну, что такое лето? Лето, если смотреть вот с божественной комедией в руках, лето, она существует в паре с другой рекой, Эвной. Так вот, человек, когда отправляется на тот свет, это причем представление не вполне античное и уж никак не христианское, но именно его дает Дамте, совершенно удивительный человек. Лето — это река, испив, из которой человек забывает плохое. река, идёт к Эвноя, и вот испив из этой реки, из Эвнои, он закрепляет памяти хорошие. Ведь это удивительная пара. На мой взгляд, эти реки только и могут существовать вместе, иначе никак. и собственно это то, к чему стремится главный герой. Но вот просто так выпить из двух рек и распрощаться с миром, это неправильно, это слишком просто, и в этом нет полета, я бы сказал, потому что забыть можно только то, что не болит, в чём ты покаялся, в чём ты, за что ты извинился перед кем-то, мы же доставляем массу неприятностей нашим ближним и дальним. Вот, и вот Чагин, он в итоге испил из обеих рек, но он сделал это тогда, когда он прошёл процесс покаяния и в каком-то смысле искупления. А что такое благовремение для романа? Ну, это такое сложное понятие благовремения, потому что это некий момент, когда что-то благоприятно для действия того или иного слова. Вот, когда у меня что-то не получается или не получается с кем-то встретиться, я говорю, сделаем это во благовремении, потому что на нынешнем, на нынешней ситуации нет печати благословения, нет печати благоволения Божия и благословения. Благовремение это, например, когда ты ищешь какую-то книгу и нигде не будешь ее найти, в бельтеках ее взяли, в продаже ее нет. А потом ты идешь по улице, подходит к тебе какой-то человек и говорит, вам нужна такая книга, я ее дешево продам. У меня такое бывало. Я говорю, конечно, очень нужна, я ее собственно сейчас и искал. и я купил эту книгу и это был идеальный случай благовремения. Вот когда она мне была нужнее всего, она сама ко мне пришла. Это интересно, потому что эта же история наверняка приключилась с вами в Петербурге, верно? Ну да, естественно. Только в Петербурге ходят с книгами, могут их продать, на худой конец подарить. Здесь приходят допустим водопроводчики, которые начинают рассуждать о подробностях философских систем и прочем. Это непростой город. У меня просто была примерно похожая ситуация. У меня тоже случилось правильное время для книги, которую я очень искала, я ее просто нашла в подворотне. Ну, то есть просто на щитке электрическом лежала и все. У вас еще замечательный. Да, она оказалась там случайно или специально, как будто ждала меня в назначенное время, в назначенном месте. Еще один очень важный вопрос, который касается времени романа и пространства в том числе. Мы видим Чагина, погруженного в эту систему координат этого текста с нескольких сторон. Мы видим его глазами разных персонажей. Вот если дать какую-то помощь, протянуть руку помощи через время литературоведам, которые будут анализировать Чагина со всех сторон, каков был авторский замысел демонстрации Чагина с разных точек зрения? Ну, выражаясь современным языком, у меня возникла мысль дать его портрет в 3D. Просто чтобы это было по-настоящему объемно. Что я называю по-настоящему объемным? Ну, мы знаем что-то о человеке, мы знаем о его поступках. Но человек это не просто сумма поступков или высказываний. Человек существует в ореоле мифа. Во-первых, мифа нашего о нем всегда есть какая-то мифология о любом человеке. Но есть люди, о которых эта мифология зашкаливает, она обширна. Но миф существует не только в нашем отношении к кому-то. Мы сами для себя существуем в таком облачении, в таком облаке мифа. Вот эта знаменитая фраза о том, что мир театр и все в нем актеры, она основана на нашем мифологическом отношении допустим к себе. Потому что человек, имея миф и представление о себе, себе не таким, не таком, каков он есть, а таком, каким мы хотели бы его видеть. И это рождает ролевую модель поведения, это рождает роли. Один, условно говоря, такой боец, значит, он всегда с поднятой головой. Есть такие люди, которые никогда не теряют присутствие духа, хотя уже в ладьбу можно потерять, но вот эта роль, которую они стремятся прииграть до конца, она не позволяет им отглазнивать. Другой, наоборот, вот такой пьеро, все время плачет, потому что ему уже трудно выйти из этой роли. Так вот, тексты для этой роли и ее суть обеспечивает миф, который человек рождает и повторяет для других, и для себя. И вот это очень важный момент в книге Чагин вырабатывает миф о себе. Хотя он лицо, которое стало само уже давно мифом для других. попробуй найти человека, который способен за 30 секунд запомнить две страницы текста. вот. И вот роль мифа очень велика в представлениях обо всем на свете, в частности, о человеке. Опыт, о котором мы уже говорили, он формируется, безусловно, пережитым. Это так. Опыт формируется событиями, которые мы видели или через которые прошли. Но согласитесь, что опыт в значительной степени формируется и книгами. Это тоже жизненный опыт, а это уже мифологическая сфера. книги — это миф, это сфера вымысла художественного. Вот. А кроме того, и это может быть самое важное, миф, который человек создаёт вокруг себя и продолжает действовать в русле этого мифа. Вот это все вещи, которые формируют человека, но мы это часто не нации. любые. Как мы видим из романа в том числе, через мифы можно добиться правды, ну и даже громко скажу, можно постичь истину через мифы, что подтверждается той же историей со Шлиманом и с поиском и нахождением Трои. Вот какую роль для романа играет это двойничество? Можем ли мы говорить о том, что Чагин, например, тоже через все эти мифы, созданные вокруг себя, как, собственно, и другой персонаж романа находит правду о Чагине с помощью его дневников и затем с помощью, я не хочу спойлерить тем, кто еще не читал, в общем, того текста, который герой получает еще и в конце. Да, совершенно верно. Это все выясняется вот опять-таки системой зеркал, которые я стараюсь выставить в нужном месте. Вот смотрите, с одной стороны, чагин нечто пишет в дневнике, но тут же выясняется, что дневник это совсем не такой безупречный источник, как можно подумать. Если взять дневники Шлимана, где он описывает встречи с американским президентом, встречу с кардиналом Анжело Май и многие другие вещи, то понятно, что эти дневниковые записи к реальности не имеют ну никакого отношения. Вот. А финал Апофеоз этой темы, ну или не финал, но уж точно Апофеоз, это рассказ Николая Ивановича о чагине. Это вымысел чистой воды, у него нет ни слова правды, но он рассказывает это как вторую часть книги, это, точнее, формирует вторую часть книги, и таким Николай Иванович хочет видеть Чагина. И это не то, что он лжок, он верит в то, что Чагин, если даже не действовал, ну в прямом смысле так, то он мог бы так действовать, что это лежит в логике его развития, его натуры. И Николай Иванович дает такой полноценный детектив с Синайским кодексом, с попыткой его вернуть в Россию. Но, кстати, в отличие от всех прочих дел, история с Синайским кодексом это чистая правда. По крайней мере, с тем, как его вывезли из тогдашнего Ленинграда в 1934 году, когда просто люди из английской антикварной фирмы целенаправленно объезжали музеи и библиотеки Петербурга и показывали вот так пальцем, что можно им завернуть и отправить в город Лондон. Я думаю, что Синайскому кодексу в чем-то было бы спокойнее в Лондоне, но здесь ему тоже ничего не угрожало. А вот те обстоятельства, в которых он был вывезен из России, они очень напоминают мародерство. Мы очень плавно подошли как раз к второй части операции Биг Бен и в третьей части, когда мы продолжаем чтение, мы понимаем, что да, все это было полным вымыслом, неправдой, и что Николай Иванович тронулся умом. И такая вольная цитата не буйствует только тогда, когда речь не заходит о Синайском кодексе. Почему на фоне этой истории Николай Иванович как бы сходит с ума, можно так сказать? Что с ним приключилось и почему из-за этой истории именно? Ну, у Николая Ивановича есть точка соприкосновения с действительностью в виде ступеньки на историческом факультете, и это было моментом непосредственного его преображения, но он шел к этому действительно давно и целенаправленно. В общем, это сумасшествие его, видимо, только украсило, потому что он стал выражаться с его точки зрения изысканно, хотя это такая речь платоновская, не от Платона, а от Платонова. Он так в общем стал общаться с людьми. Он человек такой довольно жесткий до этого и не упускавший случай сказать крепкое русское слово, и вот тут он от всего этого отходит и начинает называть кого-то милостивой государы, кого-то еще как-то, вот, и и он создает миф, который вообще не имеет отношения никакого к Чагину, и это редкость, потому что те мифы, которые мы создаем, они все-таки на чем-то базируются. Что такое миф? Я бы определил миф как наше активное отношение к человеку или к явлению. Ну, если человек добр, то он уже бесконечно добрый. Если он такой злющий, то он уже мефистофель. И мы дорисовываем эту картинку. я вспоминаю, как однажды меня ждали в редакции одного журнала, а перед тем, как поехать в эту редакцию, я заехал к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву подписать какую-то бумагу, может быть, заявление на отпуск. Вот. И он мне говорит, я как раз сажусь обедать с семьей, садился, мы были бы очень рады, чтобы вы с нами пообедали. Ну, как вы понимаете, это предложение, от которого невозможно отказаться. Вот. И я стал с обедать, и мы два часа сидели за столом, беседовали. Вот. Я помню, у Дмитрия Сергеевича всегда был какой-то конкретный комментарий к самым мелким мелочам. и когда мы сидели, я помню, на второе подали бифстроганов, там была помощница, Сергея Чавинова, которая готовила все. Ну, вот. И он говорит, бифстроганов сразу же начинайте есть, потому что бифстроганов нужно есть горячим. Не дайте ни на градус остынуть. Вот. И я направляемый высказыванием Дмитрия Сергеевича вел себя соответственно. А потом я приехал в этот журнал, где был встречен возгласами разочарования, что так опаздывать это никуда не годится. И я сказал, что может быть в каком-то смысле меня извинит то, что меня попросил академик Лихачев составить ему компанию за обедом, и мне трудно было отказаться. И тут они хором говорят, а он что, ест? Вот. Это показывает вот тот миф ореоле, которого человек существует. И это прекрасный миф. Его духовная сущность была настолько высока и известно, что кроме вот этого возгласа она не смогла вызвать ничего. Спасибо вам, что поделились с такой историей. Мы теперь точно знаем, что Евгений Водолазкин ест. Это уже отлично и замечательно. ну как? Так, ну я тогда давайте спрошу, а какое у вас любимое блюдо? Такие немножко простые вопросы, а затем углубимся в античный литературу. Лепинский вкус у меня это жареная картошка, потому что все любимые вещи появляются в детстве. Больше всего на свете я любил жареную картошку, которую мне жарила бабушка, она жарила ее виртуозно, с хрустящей корочкой такой. Я до сих пор ее люблю, но я редко получаю картошку. жена иногда жарит, но она почему-то не любит картошку и так только иногда ради меня. А вот все эти изделия вроде картофель фри и прочее, это не идет ни в какое сравнение с жареной картошкой. Это совсем не то. Она какая-то неживая. Вот то, что иногда выдают в таких пакетиках и чем казалось бы можно было похрустеть, на самом деле это, во-первых, не хрустит, а во-вторых, со вкусом никогда не сравнится с настоящей жареной картошкой по вкусу. Очень важный вопрос, связанный с мифологией и в целом с античной литературой. Вернемся к таким материям более вечным. Я не знаю, может быть, я себе придумываю, может быть, это действительно так, но есть ощущение, что многие современные авторы стали возвращаться к истокам. Огромное количество античных сюжетов и в отечественной литературе и в зарубежной сейчас как будто бы переживает второе рождение, и Чагин тоже отлично вписывается в такое направление литературного процесса. Как вам кажется, почему это происходит, почему античные сюжеты как будто бы с новой силой начинают волновать писателей и поэтов в том числе? Понимаете, это ведь измерение вечностное. Это то, что ну вот это первое упоминание того или иного сюжета. Сюжетов на свете очень мало. вот 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 это античные какие-то истории и коллизии, они являются фактически первым упоминанием о такого рода вещах. На самом деле не первым, потому что за одной головой открывается другая и нагреков были другие люди, что-то было у финикийцев, там какие-то рассказы, все это мигрировало, но вот так застолбили за собой именно греки, но в каком-то смысле римляне, вот, которые были учениками греков. И когда мы хотим соотнести вот ту или иную ситуацию того или иного человека тип с совсем рядом такого рода явлений, то мы берем, конечно, и начинаем, конечно же, с античности. И это придает, ну, так вот, придает особый такой шарм этим сюжетом и немножко на метра полтора отрывает их от земли. У нас есть некоторые вопросы от наших зрителей, я надеюсь, что мы успеем тоже их все обсудить. Вот спрашивают, как вы относитесь к критическим статьям, литературоведческим разборам ваших произведений? К литературоведческим разборам отношусь по большей части хорошо, потому что это спокойные отношения, спокойные исследования, это именно исследования, которые не предпринимаются с целью обидеть, отомстить, выразить собственное плохое настроение. Бывают не очень удачные исследования, бывают несколько наивные, но в целом они все-таки продиктованы желанием человека понять истину о той или иной книге, том или ином тексте. Чего я не принимаю, это развившуюся последние годы, может быть, десятилетие критику ругательную, которая заключается ее изначальной и конечной целью является обругать и унизить автора и вот эта критика, она знаете, напоминает театральных клокеров, которых рассаживают в партере для того, чтобы обрушить постановку, создать впечатление провала. вот есть категория лиц, специализирующихся на негативных, на разгромных рецензиях. Причем для человека, сколько-нибудь понимающего в литературе и в приемах исследования видно, что это все полное фуфло, что это не имеет отношения ни к тексту, о котором говорят, что это имеет отношение исключительно к тому, кто это написал. Но сколько их людей, которые понимают в этом? Их не так много. И когда кто-то вот постоянно выступает с такого рода высказываниями, это ну на какую-то часть публики действует. Но всерьез я не испытываю ни злости, ни даже обиды. Обиду можно обижать и обижаться или испытывать разочарование можно в отношении того, кем очаровался. Вот. Теми людьми, которые это пишут, я никогда не очаровывался и никогда не имел на их счет иллюзий. Это, как правило, несостоявшиеся писатели, которые, есть правило, среди них и состоявшиеся, но которым кажется, что их недооценили, что они ничего большего заслуживают. Вот. Я вообще считаю, что не писательское это дело с так сказать заниматься рецензиями и кого-то, уж тем более, кого-то ругать. Не нравится тебе вещь? Не нравится, как сделано? Есть очень хороший способ с ней разобраться. Напиши лучшую. И все будет. И в свое время хорошо говорил Звоневский. не нравится запах. Есть очень хороший способ бороться с запахом чеснока от человека. Не нравится? Отойди. Вот. И никто не заставляет это читать. Вот. И мне кажется, что вообще в этом что-то есть убезительно ругать коллег. Ведь понятно, что думает всякий это читающий. ну понятно, ты так не можешь, поэтому тебя остается только ругать. Не знаю, меня, не знаю, что могло бы меня заставить кого-то ругать. Наверное, мало таких вещей. Вот. Вот этой критики я не люблю. но есть критика хорошая, доброжелательная. Доброжелательная не в том смысле, что текст хвалит, а в том, что этот текст пытаются понять. И что очень важно здесь. Текст надо судить по его законам. Надо понять, что автор хотел этим сказать. не говорить, что это ага, ха-ха, смешно, а посмотреть на законы автора. Автор имеет право на то, чтобы исследовали его законы. Не обязательно они хороши, но они есть почти во всяком тексте. И выражением любви к автору и к своей профессии для критика является познание законов автора и следование им. Потому что не понимая принципов той или иной книги, а значит ее законов, как же ты можешь говорить о ее результате и о том, что удалось и не удалось? Спасибо. Я надеюсь такой очень полный и подробный ответ. Еще есть один вопрос, связанный естественно с тем самым будущим, которого, как мы пришли к сегодня в нашей беседе, не очень-то существует в общем это будущее. Но все-таки над чем вы сейчас работаете? У меня есть такое неписанное правило. После романа я пишу что-нибудь короткое. Либо рассказы, либо пьесы. Сейчас я написал один рассказ и нахожусь где-то посредине пьесы. Это помогает, это, знаете, развивает группу других мышц, нероманных. Допустим, когда занимаешься пьесами, ты немножко тренируешь диалоги. Вот эту группу мышц, которая отвечает за диалоги. Когда ты пишешь рассказ, ты испытываешь вкус, ты испытываешь восхищение возможностями короткой формы, а именно описание. Когда никуда не надо спешить. В романе все время куда-то спешишь и там же время течет, оно ускоряется. А здесь вот просто остановись мгновение. Можно написать рассказ, который может быть просто эмоцией, просто чувством. и вот это то, что действует как контрастный душ. Написал большую вещь, а потом взялся за какие-то небольшие формы. И вот в этом контрасте наверное большое удовольствие. Почти такое же, как принятие контрастного душа. Евгений Германович, спасибо вам огромное. Последний, если не вопрос, то как просьба обратиться к нашим зрителям, к вашим читателям и пожелать им в принципе все, что вам хочется сказать людям прямо вот сейчас. Ну, я понимаю так, что это выйдет в предновогодние или в новогодние дни, да, вот, и всегда радостное настроение приподнятое, по крайней мере, раньше так всегда бывало. Я очень любил эти праздники, вот, поэтому я поздравляю с Рождеством, с Новым Годом, желаю радости, благополучия, мира, мира душевного, мира всеобщего. Вот, недаром Серафим Саровский сказал, что найди мир в себе и тысячи вокруг тебя спасутся. Ну, и если вернуться к линии нашей беседы, то желаю вам новых, многих прочитанных книг, потому что книги это тоже жизненный опыт. Если вы хотите его расширять, жизненный опыт, то ничего лучше книг, пожалуй, нет. Ну, есть реальная действительность, но реально ты же не поднимешься на Эверест и не спустишься к центру Земли. Это все происходит только в книгах. И в книгах есть другого рода приключения. Эверест мысленный, центр Земли метафорический. Вот эти пики и провалы духовные вот это рискованное приключение мысли. Вот это в реальности трудно обрести и обретается только через книги. Поэтому я вам желаю большого и полезного чтения. спасибо вам огромное. Было очень здорово и приятно с вами пообщаться. Будем ждать вас в гости в следующем году. Приходите к нам чаще и мы с вами будем говорить о книгах и о вечном. Спасибо большое. Спасибо, Полина. Спасибо. С вами тоже очень приятно. Позовете приду. Обязательно позовем. Друзья, Евгений Водолазкин был у нас в гостях. Читайте Чагина. Сегодня, я надеюсь, мы обсудили довольно подробно эту книгу, хотя осталась еще целая тьма всех нюансов, которым стоило бы уделить внимание, но я надеюсь, что у нас еще будет возможность и будет время. Всем спасибо и всем хороших будущих выходных. Берегите себя и читайте хорошие книги.